МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юных дарования следят за подопечными. Ведь эти ребята – будущее удмуртского бокса. Молодые, упёртые, конечно, талантливые. Они только начинают свою спортивную карьеру. Соревновательный опыт им очень необходим. И этот старт для многих из них в жизни первый. Меня больше всего радует, что никто из ребят не сдаётся. Все хотят победить и стать чемпионами, получить медали первые свои. Поклонник боевых единоборств Максим Соболев тоже принял участие в турнире. У него за плечами уже не один поединок. Ежевчанин провёл 85 боёв и во всех одержал победу. Этот старт для него – этап подготовки к первенству страны в Челябинске. И о том, что занимается боксом, он ни разу не пожалел. Я стал все более уверенным. Учился боксировать. Могу защищать более слабых. Есть кумир, на кого ты равняешься. Коны Погрега. Почему именно вы? Ну что, мне нравится, он хорошо. Соболев уверенно выиграл этот старт. Стал победителем и юный Хусейн Мустафаев. К этому турниру он серьёзно готовился. Не пропустил ни одной тренировки. И завоёванное золото – вполне закономерный результат. Я хочу стать чемпионом. Я беру пример, например, от Мухаммада Али или Тайсина. Они хорошие боксёры, мне очень нравятся. И если я стану олимпийским чемпионом, на меня посмотрят дети и скажут, «О, я хочу стать таким же». Порадовали наставников совсем юные боксёры 10-11 лет. Они не спасовали, дали достойный бой своим соперникам. И выиграли заслуженно первые медали. А в Сочи на всероссийском турнире «Краса» регби среди девушек 14-15 лет отличились наши землячки и живчанки Алена Загребина, Анастасия Смирнова, Софья Кочетова и Алсу Котик. В составе команды «Академия Динамо» они одержали уверенную победу над клубом «Енисей-СТМ» и стали бронзовыми призёрами соревнований. Теперь об итогах 9-го Кубка Удмортии по блицу. Борьба на турнире вновь была жёсткой. Лидеры постоянно менялись, только на последних секундах определился победитель. Им семью с половиной очками из девяти стал мастер-фиде Руслан Паняев. На пол очка отстал Никита Калинин, замкнул тройку призёров Ильгиз Садыков. Заключительный этап запланирован на 15 мая. Начались отборочные соревнования на 30-е республиканские летние сельские спортивные игры. В Малой Пурге прошёл турнир по волейболу среди мужских команд. Первое место заняли игроки Увинского района. И они выходят в финал сельской Олимпиады, которая пройдёт, напомню, в Силтах. Второе и третье места заняли команды из Можгинского и Воложского районов. Растёт и мужает от турнира к турниру. Накануне летнего сезона член юниорской национальной команды и лидер сборной Удмортии по БМХ спорту Александр Казанцев аккуратно и с достоинством оценил собственный потенциал и рассказал о своих мечтах и планах. Это первая гонка юного Саши Казанцева со старшим братом Дмитрием. Её тогда Александр проиграл и очень расстроился. Сегодня технику езды на железном коне Казанцев великолепно освоил, став лидером юниорской национальной команды и кандидатом номер один на чемпионат Европы в Бельгию. Для меня, наверное, это самый важный статус будет в этом сезоне, международный, потому что чемпионат Европы мне всегда приносил неудачи. Хотелось бы уже выйти на международный уровень и показать там хорошие результаты. В прошлом непростом для всех сезоне Александр возглавил юниорский мировой рейтинг. На чемпионов признаётся не равняется, идёт в спорте своим путём. Трудолюбие и полная самоотдача. Талант, конечно же, и он им не обделён. Помимо спорта, наверное, ничего сейчас нет, потому что я всю жизнь, можно сказать, посвящаю спорту, учусь и с учёбы сразу на тренировки. И все даже книжки, все видео, которые я смотрю, они посвящены подготовке. Ценит в людях надёжность, порядочность и честность. Терпеть не может предательство и непрофессионализм. Считает, любое дело надо делать на совесть. Как его земляк, член российской сборной, кандидат на поездку в Токио Борис Пономарёв, на которого Казанцев равняется. С самого детства стремился за ним. И сейчас тоже стремлюсь, чтобы вместе тренироваться, чтобы как спарринг-партнёрами быть. А это тоже велосипедчик очень важно. Это немаловажно. Спорт и только спорт пока и в его жизни. И, конечно, учёба. 11-й класс выпускной. Александр намерен поступить в спортивный вуз. А ещё у него есть желание попробовать себя в новых видах. Каких он уже знает. Тебя бы хотел, наверное, испытать в тяжёлой атлетике. И, скорее всего, в триотклоне может. Казанцев молод, смел и талантлив. И мотивация у него есть. Целей своих он привык добиваться. На сегодня это всё. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова